Здравствуйте! Приветствую вас на канале Школа доктора Скачко! А я доктор Скачко Борис. Врач, фитотерапевт, диетолог. Сегодня решил написать видео на очень непростую тему. И важную, я бы даже сказал, жизненно важную тему. Как правильно пить воду ребенку? Обмен воды у ребенка происходит в несколько раз интенсивнее, чем обмен воды у взрослого. К примеру, потребность в воде у новорожденного ребенка примерно 15% от массы тела. Для взрослого человека такое количество воды в сутки — это отравление водой. У взрослого человека потребность в воде всего 4-5% от массы тела. И это у взрослого. У здорового. В случае, если есть заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, некоторые другие, потребность в воде снижается. Вернее, вынужденно снижается. Потому как эти заболевания не дают возможность полностью удовлетворять потребности организма в воде. Чтобы не находиться на элементах, не скажу, сухого, хронического водного голодания. Так точно! И некоторые эксперты советуют давать воду ребенку, новорожденному ребенку, не ранее, чем через один месяц жизни. Но! Если вы хотите следовать этой рекомендации, она в некоторых случаях верна! Я расскажу, почему это делается! Вы должны удовлетворить потребность ребенка в воде иным способом! Иными словами — материнским молоком! И чтобы ребенок получил свои 15% воды в сутки от массы тела, он должен употребить примерно 20% от массы тела материнского молока. Определить, сколько ребенок съедает молока в день несложно. Вы взвешиваете ребенка до и после кормления. Все результаты суммируете. Если за сутки у вас получается 20% от массы тела у ребенка, а масса тела у детей может быть разная! Вы все делаете правильно! Вот если материнского молока ребенку почему-то не хватает! Иными словами, оно слишком густое! Либо молока мало! Либо по иным причинам! Может быть у вас не 24 градуса по Цельсию со знаком плюс, а несколько больше! И ребенок тратит больше воды! Возможно влажность! Возможно у вас ребенок родился глубокой осенью либо зимой! Когда включена система отопления! А при этом влажность в помещении 30-40%! Это в лучшем случае! Может быть и меньше! Вот здесь ребенку нужно давать воду! И почему воду ребенку исключают? Потому что не знаю как правильно подготовить воду! Потому как если сказать вам пейте воду! Давайте воду ребенку с первых минут его жизни! Что будет правильно! Одним молоком ребенок сыт будет! Но напиться ему тяжело! У него будут элементы хронического водного голодания! Если советовать! Да! Вода нужна! Нужно после этого долго объяснять! Как же правильно подготовить воду! Вода это не просто непременный компонент обмена веществ! Новорожденный ребенок рождается стерильным! И в его организме начинают на коже, в органах дыхания, в пищеварительной системе поселяются различные микроорганизмы! Вода — один из путей попадания микроорганизмов в организм ребенка! Не самых простых! Если вы не знаете как правильно очистить воду от микроорганизмов! Которые по нормам всегда в питьевой воде присутствуют! Не может медицина очистить на станции водоканала воду так, чтобы пройдя по километрам труб до конечного потребителя вода не обогатилась кишечной палочкой! Она не обогатилась! Сегодня известно, что в трубах развиваются микроскопические грибы микромицеты! Они прекрасно себя там чувствуют! И удалить их оттуда практически невозможно! Нужно регулярно менять всю водопроводную систему! Начиная от станции водоканала до вашего крана на кухне! Где вы забираете воду! И если вы не знаете как это делать правильно! Как в домашних условиях очистить воду от этой опасности! Ваш ребенок в серьезной опасности! Попадая в его еще не готовую бороться активно в его организм! Его иммунная система ребенка не способна полноценно сопротивляться со всеми бактериями, вирусами, грибками, которые попадают в организм! Вот здесь будет проблема! Поэтому и запрещают пить воду! А я бы сказал! Нужно пить воду! Потому как посчитаете материнским молоком! Вы потребность в воде у ребенка не удовлетворите! Но воду нужно готовить правильно! И ошибаются те, кто считает, что можно воду скипятить! Да! Действительно! Бактериальную или грибковую опасность для вашего ребенка вы устраните! В кипящей воде патогены погибнут! Но! Кипятить нужно, во-первых, правильно! И перед этим лучше воду профильтровать! Кипячение — это, я бы сказал, контрольный выстрел для микроорганизмов, которые могли обойти фильтрующую систему! Кипячением вы убиваете различные патогены! Но если вы кипятите воду для ребенка, вы должны кипятить в закрытой посуде! Где, благодаря кипячению, вернее кипению воды, те газы, которые были растворены в воде, вытесняют воздух с микроорганизмами, которые в чайнике присутствовать будут первично! И занимают весь объем! Вот когда у вас вода не просто начинает кипеть! Вода для ребенка должна хорошо покипеть! Иными словами, все газы, выделившиеся из воды, должны заполнить свободный объем чайника! И активно выделяться через носик! В этом случае чайник практически стерилен! После чего вы должны, не вскрывая крышку, вы должны этот чайник охладить до нужной температуры для ребенка! И только после этого можете поить! Но! Как только вы сделали первый забор воды из чайника, на освободившееся место зашел воздух в помещение! А в воздухе находятся не только пылевые частицы, но и различные микроорганизмы! Как правило, большинство людей живет в условиях, когда воздух не стерилен! И ваша кипяченая вода становится прекрасной средой для развития микроорганизмов! Поэтому и есть мнение, что повторное кипячение воды Некоторые говорят, что смертельно опасно! Я бы сказал, что опасно пока для вашего здоровья! Потому как теперь на продуктах распада микроорганизмов, которые могли остаться в кипящей воде, они останутся, никуда они не денутся! У вас получается бульон из бактерий! Правда, безопасный в плане заражения! Инфекция в этом случае не разовьется! Она мертва! Но как только вы взяли из чайника некоторое количество воды, зашел воздух с микроорганизмами! И теперь на этом бульоне эти микроорганизмы могут размножаться! В зависимости от времени, сколько стоит кипяченая вода! Поэтому кипятить воду нужно! Нужно правильно кипятить! Перед кипячением я бы советовал вам устранить из воды любой фильтрующей системой, которая рассчитана на то, чтобы уменьшать или удалять максимальное количество из воды микроорганизмов, вирусов, возбудителей грибковой инфекции различных! Вот в этом случае ваша вода для ребенка, для питья будет безопасной! И можно поить такой водой правильно подготовленный! С первых минут жизни ребенка! И помогать ему активно развиваться! Ведь вода — это прекрасная среда для переноса питательных веществ клеткам ребенка! Где идет обмен веществ, напомню, более интенсивно! Чем у любого взрослого человека! И образуются обменные шлаки! Которые с той же водой должны удаляться из организма ребенка! Если вы этот процесс понимаете, как его правильно сопровождать? без проблем! Это очень важно делать! Но! Если вы считаете, что ребенка правильно поить! Начиная от рождения! Вы ошибаетесь! Ребенка нужно значительно раньше правильно поить! И как это делать правильно? Вы узнаете прямо сейчас! Ваш ребенок хотел бы правильно пить воду еще внутриутробно! Это происходит, если беременная женщина знает, как правильно пить воду! И какую пить воду! Учитывая современную экологию! Из воды удаляют пестициды, гербициды, канцерогены, соли тяжелых металлов, радионуклиды, другие нежелательные для здоровья вещества! Но! Если беременная женщина пьет воду после обратного осмоса! Она переочищена от полезных макро-микроэлементов! И первично стресс возникает от употребления такой воды у беременной женщины! Вторично могут развиваться пороки развития у ребенка! Он недополучает те вещества, которые естественно поступают с водой! Рассчитывая на то, что женщина правильно подготовила к беременности! И создала запасы кальция, железа и других необходимых компонентов в своем организме до беременности! Иначе у ребенка возникают проблемы! И вы понимаете, что правильно пить воду ребенок должен даже не за 9 месяцев до своего рождения! А учитывая физиологию! Учитывая то, что яйцеклетка, которая будет оплодотворена за 9 месяцев чаще всего до рождения! Она стартует! Начинает развиваться! И пить ту воду, которую есть в организме мамы! И использовать те вещества, которые были у мамы за 3 месяца до этого! То примерно за год до своего рождения вы должны обеспечить ребенку правильное употребление воды! Если вы это делаете неправильно! На этапе до оплодотворения яйцеклетка употребляет все что угодно! Мама может курить! Либо находиться в прокуренном помещении! Мама может не уделять должное внимание своему питанию! И пик детской онкологии! Детская онкология вот здесь зарождается! В процессе до рождения! Пик детской онкологии 4-6 лет! В этом возрасте! Больше 10 лет назад я написал такую книжку! Рак! Профилактика! Ранняя диагностика! К сожалению, здесь я не знал еще и не владел информацией о воде! Насколько вода опасна! Вот те самые грибки и микромицеты! Они своими токсинами нагружают печень взрослого человека и провоцируют онкологию! А у ребенка, где обмен веществ идет более интенсивно! Легче токсинам вмешаться в этот процесс! Особенно если вы не понимаете, что беременность важный этап! Три месяца до беременности женщины! Очень важный этап! А гиперважный этап! Женщина должна быть за три месяца до оплодотворения абсолютно здоровой! Иными словами, она должна задуматься о своем здоровье! О своей системе питания! О употреблении воды! Еще как минимум за несколько месяцев до этого процесса! То есть, более чем за год до своего рождения! Если вы обеспечиваете правильное употребление воды! Детская онкология начинает снижаться! Современные экологи прогнозируют, что за ближайшие десяток-другой лет детская онкология увеличится на 70 процентов! Потому что экологию нужно контролировать правильно! Да, каждый из вас не может глобальную экологию как-то глобально изменить! Но вы можете изменить свое отношение к этому процессу! Тогда и дети будут здоровее! И беременные женщины будут проходить беременность легче! Потому что они к ней правильно подготовятся! И этот процесс нужно просто правильно понимать! Это видео случайно приурочено практически к дню детской онкологии! Он был 15 февраля! И так получилось, что эта тема оказалась к месту! Как пить воду детям более старшего возраста? Вы узнаете в следующем видео на моем канале! Если эта информация была вам полезна! И вы понимаете, что здоровье ваших детей будущих! Здоровье ваших внуков будущих! Зависит от вас! И не стоит этот процесс пускать на самотек! Я, наверное, свою цель достиг! На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычными подписчиками моих каналов словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете, кому отправят ссылочку на это видео! С кем поделиться из родственников! Возможно, вас в семье не слышат! А мнение независимого от вашей семьи эксперта! Возможно, придется впрок! Не забудьте поставить лайк на это видео! Если вы не подписчик моего канала! Не забудьте на него подписаться! Это сделать легко и просто! Тогда уведомление о следующем видео придет вам в почту! И вы просмотрите его одним из первых! До новых встреч на моих каналах!